Еще совсем недавно над городом, как в песне, кружили желтые листья, а уже сегодня белые мухи. Кто бы мог подумать, что первый снег пойдет в начале октября. Конечно, радуются этому явлению по традиции дети, которые наконец-то смогут поиграть в снежки. А вот для автомобилистов это настоящая головная боль. Первые заморозки напомнили автолюбителям о том, что пора сменить летнюю резину на зимнюю. А после того, как в городе прошел снег, на шиномонтажках начали выстраиваться очереди. Так, по словам сотрудников, прием автомобилистов уже расписан до конца текущей недели. Хотел бы обратить внимание автолюбительцев на то, что зима для авторезины наступает не с выпадением снега, а с падением среднесуточной температуры до плюс 7 градусов Цельсия. Рекомендуем потихоньку начинать подготавливать машину к зиме. Традиционно с приходом холодов увеличился спрос и на зимнюю резину. Несмотря на то, что заморозки пришли в областную столицу внезапно, магазины были готовы к этому. По словам предпринимателей, запасать шиповку они начали еще летом. Ну а если кто-то все-таки решил повременить со сменой колес, то, по словам синоптиков, потепление не ожидается. В ближайшие дни с 8 по 10 такая ситуация будет сохраняться. То есть в Вологде и Вологодской области будет облачная с прояснениями погоды. Временами будут осадки в виде снега, мокрого снега, местами в основном в виде дождя. Из-за постоянных осадков значительно ухудшилась и видимость на дорогах. Неблагоприятные погодные условия уже стали причиной не одного десятка аварий. Только за минувшие сутки, по данным ЕБДД, в областной столице произошло более 30 ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Хочется обратиться к водителям, чтобы они были внимательны при проезде пешеходных переходов, подъезжая к перекресткам, соблюдать дистанцию. И помимо того всего, нужно помнить водителям, что необходимо быть в несколько раз внимательнее, чем в обычное время. Водителям стоит быть готовы к тому, что сцепление с дорогой, особенно ночью, будет плохим, говорят инспекторы ГИБДД. Поэтому подстраховаться не помешает и лучше в ближайшие дни все-таки записаться в шиномонтаж. Павел Оралов, Василий Попурин. Новости Вологды.